Пронина 15. Здесь проживают более 50 человек. Среди них есть и пенсионеры, и инвалиды, и дети. Несмотря на то, что это жилье признано давно аварийным, люди продолжают зимовать. Уже снаружи видно, как здание рушится. Кирпичная кладка не выдерживает времени. Крыша прохудилась. Но то, что мы увидели внутри, не нуждается в комментариях. Эти доски в комнате поддерживают потолок. Его частичные обрушения каждый день латают сами жители. Он весь упал. Весь упал. Все рухнуло. Нельзя жить тут. Может рухнуть совсем? Может. Там кирпич упал сверху. Внук играл в снегу. И там кирпич. Ладно, мы успели его взять оттуда. В доме холодно и опасно. Между тем, другого жилья у людей нет. Оказалось, что очередь до общежития на переселение попросту не дошла. Между тем, решение суда вступило в законную силу еще в октябре прошлого года. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Прокуратура вновь взяла под контроль неисполнение судебного решения. В случае бездействия прокуратурой города будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, вплоть до привлечения ответственных должностных лиц администрации города к уголовной ответственности. Татьяна Баловнева, Константин Белов. Наше время.